Приветствую коллеги, это Тикмел Аналитика и с вами я, Артур Идиатурин. Примечательным событием вчерашнего дня стало обновление исторического минимума десятилетними доходности десятилетних казначейских облигаций США. Значит, спустилось до нового минимума, получается, в 0,5%. Для этого были очень существенные причины. Вчера ФРС, а точнее отдельные представители сигнализировали внезапно причем о склонности продолжать надувать пузыри на фондовых рынках в обмен на стабильность кредитных рынков в США. Значит, неожиданным замечанием стал комментарий президента Федерального зерна Банка Сан-Франциско, это подразделение ФРС. Значит, заявило оно, что экономике потребуется больше поддержки, чем предполагалось ранее. Значительно выросли при этом шансы нового раунда монетарного смягчения, то есть активности ФРС в плане покупки бандов с рынка. Значит, это может быть реализовано, во-первых, через переход к управлению долгосрочными процентными ставками, то есть ФРС начнет напрямую, получается, контролировать доходность отдельных казначейских облигаций, ну, отдельных сроков погашения, и это уже у нас может произойти в сентябре. Это достаточно мощная мера, для которой потребуется много ресурсов со стороны ФРС, это может привести к сильному увеличению баланса, так как рынок трежерис, рынок казначейских облигаций у нас достаточно большой, это самый большой рынок в мире получается, и чтобы на нем удерживать, получается, доходность по отдельным облигациям, чтобы она там ходила в узком коридоре, потребуется очень много, возможно, потребуется очень много усилий, и должна быть высокая интенсивность скупки облигаций, чтобы поддерживать доходность, чтобы поддерживать цену в определенном коридоре. Либо уже в следующем году, сейчас вот созревают такие ожидания, что ФРС может перейти к отрицательным процентным ставкам, ну, отрицательным процентным ставкам по коммерческим, по резервам коммерческих центральных банков ФРС, то есть она, по сути, будет устанавливать своими действиями, придет к тому, что ставки у нас станут отрицательными, как там, как это ЕЦБ делает, как это делает Банк Японии. Долгое время ФРС от этого отнегивалась, но сейчас создается прецедент, вот именно в том, что не удается стимулировать экономику в достаточной мере, растут риски, нужно действовать, и вот, возможно, к следующему году, по сути, есть уже такие ожидания на рынке, они сейчас формируются, ФРС начнет, ведет отрицательные ставки, получается, по резервам. Вот, доллар, процентные деривативы, ну, вот, именно деривативы на процентную ставку, да, получается ФРС, также золото, да, которое обновило Максим вчера, они уже, вот, постепенно учитывают вот эти ожидания, да, в цене, и, на самом деле, я думаю, что это только старт вот этого тренда, это старт пути, это только вот вершина айсберга, и этот айсберг нам нужно еще показаться своей красивой. Шансы нового смягчения монетарной политики, они растут, так как, ну, экономическая перспектива США становится у нас все более туманной, нельзя это сказать об основных оппонентах США, в том числе ЕС. Сегодня данные у нас показали, что розничные продажи в ЕС в июле выросли на 1,3%, прогноз при этом был минус на 0,5%, то есть актуальные данные значительно опередили прогноз, это был большой сюрприз, и при этом предыдущий показатель, то есть показатель розничных продаж за июнь, он также был пересмотрен вверх. В прошлом обзоре мы обсуждали высокочастотные индикаторы по американской экономике, индикаторы изменения потребительских расходов, индикаторы изменения того, как малый и вообще, вот малый и средний бизнес, они вот как публикуют вакансии, да, как изменяется в это число опубликованных вакансий, получается, открытых. Так вот, в первом у нас, то есть потребительских расходов, в июле у нас был четкий тренд стагнации, по рабочим местам, по новым вакансиям у нас произошло обрушение, получается, в июле. В июле это все указывает на то, что вот официальные данные, которые выйдут у нас, получается, в пятницу, это будет non-farm payouts, да, и отчет по розничным продажам, который нас ждет, получается, 14 августа, они, скорее всего, покажут, что июле выдался не очень удачным месяцем в плане восстановления двух основных индикаторов, показателей восстановления экономики, это потребительских расходов и уровня занятости. В то же время республиканцам и демократам у нас не удается в США договориться об агрессивной фискальной поддержке, переговоры о продлении повышенных пособий по безработице, они провалились в пятницу, это тоже вот фактор, который повышает шансы на то, что ФРС придется вмешаться, придется активно смягчать политику, чтобы компенсировать вот это отсутствие консенсуса между партиями в США, ну вот компенсировать отсутствие сильной фискальной поддержки именно тогда, когда это надо. Пара евро-доллар, да, она у нас, перешаг мы видим, к росту намного раньше, намного раньше, чем я предполагал, вот эта коррекция очень быстро получается закончилась, она не смогла продлиться, вот как раз-таки из-за этой существенной сильной вербальной интервенции стороны представителей ФРС, потому что они заявили, что нужно больше поддержки, что они ожидали, что поддержка должна ограничиться какими-то мерами, о которых рынок в курсе, о которых рынок знает, но кастом нужно больше, да, и вот поэтому мы видим в том числе то, что евро-доллар начал пасти, получается, вверх, и я бы хотел рассказать вам об одном из таких фундаментальных показателей, фундаментальных факторов, которые, возможно, позволят евро расти дальше, который указывает на то, что рост пары находится, он далеко у нас не исчерпан, значит, этот фактор, это ротация американских инвесторов из американских активов в европейские активы, но вот известно, что один из факторов укрепления или ослабления американской валюты это вот привлекательность активов доходных, которые номинированы в этой валюте, то есть получается, если местные активы доходные, они становятся более привлекательными, но в плане соотношения доходности и риска, получается, чем иностранные активы, то вот зарубежные активы посчитают, что нужно вот вкладываться, получается, в эти активы, так и можно получить большую доходность. Так вот, чтобы отследить то, как изменяется привлекательность этих европейских активов по сравнению с тем же американским, достаточно проследить приток, отток средств из европейских ETF, то есть фондов, которые, по сути, собирают портфели из европейских акций и, по сути, как бы продают уже свою акцию американским инвесторам, и те инвесторы, которые покупают эту акцию, ETF, грубо говоря, они, получается, покупают портфель из каких-то европейских акций. Так вот, самым большим ETF по еврозоне, то есть ETF, который, по сути, представляет в своем портфеле из европейских акций, это вот у нас MSCI Eurozone iShares, это один из фондов, который предлагается американским инвесторам, который торгуется у нас в США. Вот эта кривая, получается, она представляет собой 60-дневный приток средств, да, то есть каждое значение, оно показывает нам, сколько 60 дней, которые были до, совокупный приток средств, вот за этот, получается, за этот период, да, вот каждая точка, вот эта кривая, она показывает, по сути, что происходил, был ли приток, либо отток средств за этот 60-дневный период. Так вот, видно, что последний эпизод роста евро-доллара, который у нас происходил вот здесь, видно, что он как раз-таки сопровождался у нас оттоком средств, то есть так как эта кривая у нас находилась ниже, получается, нуля, то, получается, на это изменение средств вот в этом ETF, да, оно у нас являлось отрицательным. Это у нас происходило, получается, весь, весь 19-й год и, получается, половину 18-го года, мы видим, это происходило. И как раз-таки вот можно видеть, что этот фактор, возможно, совпадений, возможно, нет, он также вот у нас играл роль в ослаблении евро-доллара. Евро-доллар у нас снижался, как раз-таки происходил у нас в это время, исходя из то, где находилась эта кривая, получается, происходил отток средств из европейских этих ETF. Так вот, как я уже сказал, рост вот здесь, получается, евро-доллара до уровня 1.19, он не сопровождался притоком, получается, средств, вот этот европейский ETF, не сопровождался притоком средств в европейские акции, инвесторы американские, они упорно сидели, получается, да, возможно, из-за повышенной, из-за повышенной нерасположенности к риску, да, они вот продолжали сидеть в американских акциях, в тех секторе, да, скорее всего, который очень сильно вырос, да, получается, продолжали они сидеть. Продолжался у нас отток, да, из европейских, получается, акций, как мы видим вот здесь. И вот сейчас, когда появляется все больше и больше признаков, что вот в сравнительной перспективе начинает показывать экономика еврозона, именно экономический импульс, который сейчас появился, он более такой ощутимый, более серьезный, чем в США, это вот наводит на такую мысль, что в конечном итоге сменится вот этот фактор, именно приток средств европейские активы, получается, он сменится у нас на положительный, инвесторы начнут считать, что, да, все-таки США начинает, экономический импульс США начинает отставать от европейской, возможно, доходность европейских активов будет лучше, чем в США, и поэтому нужно, получается, переливать свой капитал. И вот этот фактор, он как раз-таки позволяет считать, да, что если инвестор у нас заинтересуется европейскими активами, это вот дополнительный, получается, приток средств, дополнительный спрос на евро создаст, что придет к дополнительному росту евро относительно доллара. А вот здесь можно видеть, как происходила вот подобная вот эта динамика, о которой я говорю, видно, что у нас здесь получается приток средств по положительному, так как вот этот участок кривой у нас находится выше, получается, нуля. Вот этот приток средств, он у нас сопровождался ростом евро относительно доллара, который позволил вот здесь укрепиться ей до уровня 1.25. И затем, когда начал потом происходить отток средств 60-дневный, да, вот он начал происходить, он начал сокращаться приток, потом он перешел в общее, стал в общем отрицательный, и вот у нас затем евро перешел вот такое затяжное снижение относительно доллара. Так вот, как раз-таки этот неисчерпанный фактор, о котором я говорю, он позволит при благоприятном развитии событий, позволит евро укрепляться дальше относительно доллара, но для этого должны появиться вот надежные сигналы того, что экономический импульс у нас в еврозоне, он делает европейские активы более привлекательными по сравнению с американскими активами, делает экономические прогнозы, ухудшается, включая вот эти тревожные заявления ФРС, получается. Вот, это все, о чем я сегодня хотел рассказать. Если у вас есть вопросы, или вы хотите поделиться какими-нибудь интересными мыслями, то вот, пишите ваши вопросы, задавайте комментарии. Если вам понравилось видео, естественно, вы можете отблагодарить меня, поставив лайк. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.